Здорово, щенок! Сейчас я буду уже стремиться непосредственно в Хогвартс Легаси, так как мы ее прошли И проходить просто... Ходи по Хогвартсу, проходить все дополнительные квесты Зачищать территории, ну и просто заниматься всякими полезными вещами, чтобы закрыть все ачивки Ура! Поэтому да, наслаждайся, приятного просмотра, если хочешь отдыхай, спи Что хочешь, делай под это Все, возвращайся сюда Что-то ты реально загулял, Клитр, ты и че? Зачем? Куда-то так Ты в бар ходил, хотя бы надеюсь Блин, теперь реально могу ходить по Хогвартсу и делать все Ничего себе Брат, даже не знаю, что делать Бар и ресторан Во, 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 найсо, найсо Какие-то коктейли пил? Че-нибудь, че-нибудь вообще нравится по коктейлям Я, кстати, блин, не могу даже сказать, какой бы вот коктейль мне бы лично вот прям нравится Джон, тебе есть любимый коктейль? Хороший вопрос Я бы почему-то хотел сказать белый русский, но, наверное, только из-за того, что ты мне делал белого русского Ну да, белорусский Ммм, он прикольный, но Но он не достоин, мне кажется, лучшего коктейля Как нам тут было лучшего коктейля куча тоника на просто вливал их себе и вливал это были наверное для самых лучших каток и куске лангады drinking смысле почему в джин вай или фазмовой чем бухал почему выливал не вливал не не бревала вливал не были вливал данную мы говорим почему вливал а ну так блин она пьется очень быстро и очень классно способна есть хороший джин взять прям реально хороший и реально с тоником его то под летний вечер жаркий вот эта штука найдет просто великолепно она легко пьется она высоколокогольная и ты просто хоп-хоп-хоп-хоп великолепно она не настолько тяжелая как они настолько ядерная как водка там коньяк или что-нибудь бьется как рэнда такой легкий мохитовый карточек честно на пасть почти ждут обезьян а виски на самом деле а виски сколы не в последнее время даже просто виски в чисто посмаковать так во первых клитор сколько кринжа сделал какой кринж сделал если есть хочешь поделиться погнали рассказывать когда-нибудь пили баба река в караоке что такое баба реки я не знаю я в караоке вообще на самом деле не ходил я особо не люблю караоке я так могу на стримах по петь чего-нибудь снова караоке мне не нравится караоке стрим бухла стрим нет это одно понимаешь когда я типа мою могу стримить никого не видите сидеть спокойно своем уголку один и петь мне норм барбарики нет я барбариков точник детские песни блин этот к это круто поедение принципе я и в принципе я бы если бы напился я думаю я бы я бы спел так вот и чё делать стримы и стримы с чатом или летспортирует потом стримы и когда я чуть любила ну типа сейчас да и дочь что этот да я тут пытаюсь сейчас решить мне делать летсплей с чатом но не считать его и записывать либо делать летсплей отдельно а потом типа только стримить когда там буду типа ачивки делать и так далее я почему-то склонюсь больше наверно к первому варианту все таки типа знаешь сюжет полностью записать в том же можно эту игру стримить спокойно еще там болтать тусить это так вот не знаю может быть лучше будет если я буду летсплей записывать не обращать внимание на чат и просто гамать обменял стрим на алкоголь не уверен что стоило да не нормально если в кругу друзей то почему бы нет мне кажется так лучше было бы принципе хотя не знаем я сейчас постоянно зовут на пиво постоянно я не хочу уходить мне не очень нравится пиво если алкоголь пить но мне все-таки нравится в одиночку пить сидя дома и никуда не ходя просто сидеть тут и нормально может быть с кем-нибудь типа позвали созвониться конечно поболтать но в основном просто сидеть одному грустно не но с одной стороны один по вас можно в принципе два пива с его его бухаешь бутылку виски что-то патологически страшно не но у меня к сожалению были ну типа много пьяниц в роду может быть я стану одним из них чуть-чуть попозже может быть нет все таки до такого не дойдет коктейльчика люблю коктейльчика ты тоже дома можешь и все вот типа да мне говорят что то один от алкоголизм но мне кажется что нет если в меру пьешь это я считаю что сейчас не знаю мне кажется что пить в одиночку нормально не когда ты типа прям берешь бутылки и бутылки за себя закидываешь а типа вот 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 взял я пиво да одну выпил разве это алкоголизм я пил это пиво сколько четыре часа на вот типа есть меру то типа мне кажется нормально я же без мира ты не пью особо я без мира обычно только с друзьями сплю к пью с друзьями сплю обычно только с друзьями пью потому что типа уверен что не буду один тип для я весь квест густил пока сумма да я сейчас прочитаю просто что там за квест без алкоголя ну это типа уже жизнь просто мне кажется типа всегда в жизни ты будешь так типа в любой момент можно короче удариться обо что-то или чет сломать прочее даже без алкоголя восьмого числа как ударюсь ты там это собираешься от это ультра бухать самыми для меня при свечах опять на тусу пойду но только блин самое смешное что я почти не пью а печень на самом деле вино при свечах был бы прикольно когда мы знаешь устроить стрим где я купил бы просто вина построил бы свечи рядом просто бы не знаю с чатом бы сидел и сам сгорлопил да 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 я не понял что-то алкогольных напитках на серьезно да ладно да не может быть да ладно медисон же стрим постоянно постоянно бухой ты не должен показывать то что пьяный на стриме это одно достаешь алкоголь то есть я лучше не не нужно было показывать что пью пиво да о чем разговор у нас спросили на разговор пока не о чем мы болтаем ни о чем пока знаешь не нащупали еще тему сейчас чем-то нащупает до летом нехуя ты вспомнил это сколько было три с половиной часа назад что ли я помню все разговоры которые я начинаю лох это просто какой-то стендап сердце дни мы вернулись к самой первой теме вот я и подумал типа нормально что такое еще сделаешь макмирилл споел за подсказка стримеру а что с вархаммером а не знаю а к чему вопрос а положительно да в целом наверно да потому что я особо никогда в вархаммер конкретном вселенной не погружался я знаю что она большая и огромная прикольная мне один раз пытались рассказать историю но все что я помню из истории это одна война была потом была вторая война потом третья война потом 4 седьмой войне мне кажется я уже потерял счет и понял так и есть но так то да так то да просто именно флорную часть в плане персонажей и мироустройства хотел погрузиться а мне такие просто исторический курс так это у нас битва на ледовом побоище это у нас произошло в такой-то до ответ пока что она вот все прыгать проходил на периферии и я только мог сказать типа она это это типа взяли из вархаммера скорее всего по дизайну похоже вот на таком уровне а так конечно хотелось бы блин реально хотелось бы я бы наверно тоже бы хотел комиссии книги почитать или типа такого ну типа разобраться в этом пополишь во всем но елки-палки у тебя если когда не хватает особо времени на игры там или на типа на себя от времени на книги ты точно хрен найдешь мне кажется блин люди на стриме скажите пожалуйста как бы джона илью слышно нормально или мне еще потише сделать игру а то что у меня такое ощущение что мне нужно тише игру делать на том что тебя не слышно почти да и ладно да ну мне важно тебя я тебя просто могу погромче сделать да и все нет не надо тут или когда сон это тише становишься всех нормально всех нормальных я облокотился на запрос всех нормальных слышно понимаешь но тебе тоже же слышно потом группа там всех остальных вот вот да мне надо сделать так чтобы сначала меня наверное потом всех остальных в том уже игру поэтому как им сделал погромче все корректируйте меня те кто в чате сидит корректируйте меня пожалуйста джон все проложи про вархаммер на я сейчас приду и напишу что там гром на я закончил про вархаммер я буду только клитера слушать и л вай зачем ты кончил ловой because because i can ты кончил потому что because i can вархаммер делать со мной это страшная вещь так кажется не так первый в первый дартах было прикольно то что там были разные без и если именно как персонажа но нет они там значит призывные эти челики были они конечно персональность у них было поменьше чем во второй части у этого но зато они там были с разными разного типа короче прикольно но мне в целом нравится стилистика первого торг нас которого выдержана прям брачнухи такой пару раз по сюжету ватт попадает который под первую мировую блин я только помню что эта игра брать только на иксбоксе выходил опять эти 5 из консольщики консольные проблемы блин но учитывая что все игры выходят практически на ком последнее время до эмуляторов много находится так что я думаю можно ожидать ну тем более мы лет роге и сборки 60 уж 360 уж точно есть разве нет но он не так давно нормально доработан ну вот так что вполне можно поиграть уже плюс не знаю если есть уже эмулятора свеча то мне кажется что эмуляторы все остальное уж точно должны быть но он даже не факт лен ps3 здравствуйте мы зареет эмулятор есть есть например инфейма 1 2 на эмуляторе не пройти я плохо работаю я прослушал какая там страшно архитектура ps3 в принципе и как они решили от него так вот поэтому половина игр на эмуляторе не работают да да поэтому я предположил что плюс 3 наверно эмулятор должен обладать кучей проблем элва и спросил какие не мышки мы смотрим ну последнее время мы смотрим это с ильей джоджи который я женщин ремейк тригана тригана посмотреть мне посмотрел я посмотрел первую серию мне понравилось а уже он выходит уже вышел полностью уже вышел не знаю полностью или нет но много серий точно уже есть я скажу только одно только два слова фурикуре 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 нет нет вот и надо очень хочу пересмотреть редлайн о чем мы еще смотрели илья этот самый как сети теневой тут повелитель смотрите базу по поводу базы я не знаю мне кажется что фурикуре все-таки не база или фурикуре все-таки считается базой чудом и курят не просто база это фундамент аниме строение понял на фурикуре держится все не зная и рот ебал фурику фурикуре определили что ты говноед на туда но на данный момент да на данный момент я бы еще сказал что я смотрю я чё-то не знаю последнее мне кажется все досмотрел и пока стал короче устал от анимешек все поэтому я сейчас видишь игра я я сменил свою деятельность на игры вместо аниме хор аниме да это плохие то есть один дюйзит это нормальный там принц там есть плохие серии конечно но дюйзита все плохие не 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 все говно нет it 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 я бы сказал что там есть из 12 серий 4 хорошие да про лица шарики там знаю мне понравилось диндита да это не художник слуха лица хорроров но это да но по нему выпустили анимешку вроде даже недавно достаточно конечно ману мангу лучшим аниме я бы сказал что и бензопила на самом деле мангу лучшим понимая посмотреть бензопиле серию сраты анимации в бензопиле или где сущея не помню что там было срота анимации первые серии но я тебе доверюсь аниме лучше не смотреть так говорят все немашки но я согласен те которые смотрят на самом деле это странно по идее аниме должно быть в разы лучше чем манга потому что это как бы сбор и тебе там тут тебе и рисунки и типа анимация и озвучка и типа все выверен должно быть все типа все шикарно вообще должен быть но почему-то так не происходит в пользу визуал жертвуешь всем остальным не знаю а как сюжет теряется из-за визуала ты хочешь думать на самом деле мы до визуала из какого именно визуала типа вот аниме сравнивать и я понял что сделать надо и венгардию львинос надо бля чуваки я тоже уже умираю ну смотри вот есть манга да вот есть книга например джон что будет лучше типа фильм или книги это разное произведение бред ну ты конечно сказал вот вот сложная вот например не особо могу сказать что было бы лучше потому что по идее должно быть лучше фильм совершенно не обязательно не обязательно но мне кажется что это два разных произведения которые работают на совершенно ну по разным механизмам фильм может быть совершенно иной интерпретацией во первых произведения может пытаться максимально полно воспроизвести книгу но чисто фактически воспроизвести книгу это по сути фактологически пересказать сюжет по тем моментам которые удалось который читается в книге год как факты типа персонаж пошел туда писать сделал это сделал только в книге помимо прочего у тебя работает в фантазии в книге есть доступ к и с одной стороны ты может все воспроизвести фильме с другой стороны фильме есть куча других механизмов частности визуальных да и поэтому внутренним аналоги да и их можно конечно имплементировать аккуратно но если будешь постоянно делать их провод напрямую это не будет работать но у кино есть куча визуальных приемов и очень часто сложно перевести конкретно конкретные вещи или там сложный монолог полностью воткнуть фильм поэтому она отражается игра актеров визуально метафоры но разве это не тупо что типа нельзя сравнить произведения которые по факту одинаковые то есть типа почему не почему нельзя сказать одно лучше другого реально почему это типа все-таки разные вещи как тогда сравнивать и вообще можно ли тогда сравнивать книги и фильмы потому что это не из такого как бы разговоры выходит что типа нельзя но по факту то можно но по факту можно сравнить и не знаю жопу с пальцем до сравнить вполне да и не поэтому не знаю сравнить сравнить готический собор и какой-нибудь я не знаю это до давида микеланджело но это два разных медиума по сути которые рассчитаны на две совершенно разные цели но конечно с точки зрения того что книга и фильм они пытаются рассказать историю но у них опять-таки приемы разные сделать по-разному очень по разному конечно конечно мы можем говорить что типа рассуждать по качестве воспроизведения материала оригинального вот но только в контексте сравнения и только по каким-то конкретным определенным признакам но опять-таки все равно анализ непосредственно конечных произведений он будет куда шире и больше еще очень многое опять-таки зависит от личной интерпретации каждого человека конкретно потому что книга как медиум она не обладает каким-то но не знаю законченным вот вот а она не имеет вида как кино то есть кино она вот вот есть она и все то есть оттуда ты больше ничего не изымешь ходи за секунду чё за хуйня происходит здесь должна быть штука но и нету под ногами я вот бегаю прям по ней но я не могу ее активировать чем проблема она все забей наверно надо всех убить пойду попробую всех убить ну в общем типа не знаю мне как-то кажется это тупо то есть у тебя есть одно произведение и интерпретация этого произведения в разных ну по сути типах и это уже другое произведение ну вот типа блять мне сложно вот с этим вот как раз мне не нравится наверное что действительно нельзя я понимаю что это разные произведения но мне не нравится то что типа мы не можем их по сути сравнить но можно сравнить только в некоторых аспектах относить того насколько допустим питер джексона хорошо справился с переложением сюжета возле накалит его основных тем в своем соответственно произведение но даже так если смотреть автор первого произведения это толкин автор про второго это питер джексон то есть два разных буквально реально они берут какой-то оригинальный мотив и пытаются по сути переложить его по-своему условно груз очень условно говоря то есть мы вот это не знаю это будет конечно очень грубо наверное кто лучше справился из них даже если оригинальный автор есть и типа есть автотопа другого произведения ну типа того же самое произведение на другом но типа можно ли сказать кто случай лучше справился в этом плане смотри ты берешь питера джексона и чела который сделал сериал по властелину колец и говоришь что пидор джексон справился но вот это да но можно ли так говорить как бы относительно автором потому что типы автор же сделал эту штуку мы то есть программа не не можем сказать что питер джексон сделал лучше чем написал автор книгу ну это как-то странно было бы нет то есть нет а самый балл описывать барельеф по 30 хотя тоже да верно на самом деле можно в какой-то степени опять таки это может быть это большей степени лично субъективная оценка каждого конкретного человека да 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 но опять таки допустим рядом можно подчеркнуть какие-то интересные темы из допустим фильма более глубокие и какую-то более интересную проблематику который фильм нащупал и при этом не увидеть этого в книге а книга будет маленькой простой и достаточно такой насколько помню есть честно тот же самый побег из шевшенко это просто небольшой рассказ стивена кинга проще вспомнить этих фантастических тварей или фантастических тварей это самое говорят про ведьмака типа сравнить книги сериалы игры например можно вообще это же по сути это и все разные произведения реально да да абсолютно там прям там прям действительно можно сравнить и просто тогда будет действительно субъектив чина типа кому реально просто больше понравилось они разные потому что ну да и я бы искала сериальный принципе отличается немного нет но сериальный примерно хотя бы еще похож но я мало читал книгу о сериалах сериалов не существует я кстати его тоже не смотрел да и ведьмака не играл так что вообще на эту тему я не смогу особо рассуждать ну да по хорошему на самом деле я бы полностью абстрагировался от идеи сравнения оригинала интерпретации ну или там в данном случае экранизации потому что все таки реально порой этот вопрос поднимается преимущественно но с точки зрения фанатов которые обычно отдают предпочтение оригиналу не знаю мне кажется блин если у автора стояла задача максимально четко перенестили да 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 оригинальное произведение тем или иным образом мы можем ну это это вообще очень часто знаешь такая позиция что типа если мы знаем позицию автора что он хотел сделать мы можем попробовать объективно оценить его труд хоть как-то то есть если у автора стояла задача максимально до потоп но максимально дотошно перенести оригинал в игровую экранизацию то мы можем типа посмотреть в текст книги посмотреть на экранизацию сказать ну в принципе получилось неплохо переложить вроде все правильно вроде все корректно или наоборот может вот эта хуйня это выглядит абсолютно не так и вообще что-то тут мы придумывали но ведь типа если мы рассматриваем это как два различных произведения то как мы можем говорить что типа как уходит здесь это на придумал если типа он я отдал при ппп это при позицию относить того что мы знаем намерение автора если мы думаем о том что дэвид линч хотел снять максимально то что экранизацию дюны мы посмотрим на оригинальные дюны и посмотрим на его фильмы скажем линч блять иди пожалуйста кури дальше то что такое 6 тын пикса спит а как ты спишь до вильню мы бы сказали молодец похлопали по плечу не знаю сейчас клитору отвечу немножко клитор ведьмака играл 3 первую вторую смотрел там обзор серии по сути историю серии так сказать вот в третью играл три четыре раза прошел белые сады на разных сложностях но дальше к сожалению приходил потому что игра очень большая мне никогда особо нету времени приходите поэтому я не стал пока что я оставил ее еще клитор говорит что у них цель коммерческая они идейны что мне кажется кстати говоря нормально так сказал то есть индивидуумы которые пишут для себя но просто потому что в кайф мне кажется все таки разработчики кивер господи ведьмака именно сценаристы они люди с огоньком потому что они в принципе пишут классные истории но само собой тут да тут надо понимать что четкого разграничения между энтузиазмом и деньгами вряд ли есть нету скорее да просто есть прям совсем продюсеры продюсеры которые видят тренд и пытаются ним сыграть как допустим блин продюсер к этого несчастного сериала который выгнала несчастного спасибо имя кто сыграл кирсс рифе дурак кого игру геральта из риве в сериале гигачат да взяла выгнала выгнала несчастного гигачата который реально горел одея пытался отыгрывать хоть какого-то геральта неплохого и как-то корректировать сценарий чтобы это было хоть сколько-то нибудь удобоваримо вот то есть это мне кажется все на уровне индивидуумов конкретно особенно в современных сферах на уровне игростроя сериала съемок сериалов и прочего подобного то что мы работаем до хрена людей и везде там вовлечены деньги так или иначе потому что большие студии большие траты и все остальное поэтому с одной стороны можно так сказать конечно сказать типа одни за идея а другие за деньги но на самом деле все очень сильно взаимосвязано так или иначе в современном мире поэтому одно не бывает без другого опять-таки то же самое дисней кто там говорил из блин один из гендиректоров и села дисней говорил мы большая компания которая должна делать деньги но делать деньги мы иногда создаем гениальное искусство и вот она как у нас просто идет рука об руку я бы сказал тут именно надо смотреть с этой позиции пришел начал спокойно чиклитра заранее если вдруг я не увижу или ты вдруг реально уснешь я рад что ты добрался с клитор что-то добрался до дома и на тебя никто не напал ну что в наше время очень много бужланов а тогда примерно спокойно лежать оберегать свой клитор обязательно давайте его в обиду с проблем просто блин не знаю в голове у меня прям слабо слабо укладывается что типа есть два произведения с одинаковыми названиями но типа ты не можешь их страну типа ты можешь их сравнить конечно но ты типа одновременно не можешь их сравнить и само собой кому-то по одно понравится больше кому-то типа другого как пока ночь спокойно спокойно а вот аура стрельфами стримерами я дефала я рад я рад что я смог помочь твоему клитору быть с безопасности вот отгонял отгонял да да я потому что как бы ублюдок они они видят злодеи что с каким-то душным челом болтаешь точнее смотришь как у души ничего и все таки понятно не будем приставать какую магию я бы выбрал блин из-за того что я всегда ультра хорни наверное магию невидимость полет мне сразу вспомнился этот господи не чувак из сезона пацанов а чё не там было транслюзант совершили мне дали это мне дали варианта огня воды земли воздуха света или тьмы тьмы нет наверное света потому что я слишком люблю солнце уважаю знаешь как в dark souls есть вот этого типа чем который стоит такой проезды сан поэтому я думаю я бы взял света плюс огнем можно обжечься водой можно захлебнуться в земле можно поесть ее и землю не хочу заземлиться да ну вот а в воздухе можно упасть и разбиться поэтому а в тьме можно ничего не увидеть а в тьме можно не типа ничего не видишь это в типа после смерти и так мы будем ли видеть ему поэтому я в бусинцы тоже ничего не видишь ну свет наоборот тоже да без нет свет разгонять ему свет свет топ короче и выжигает еще потом глаза но зато как это делать понимаешь с огоньком а вот тебе и магия огня то есть магия света это по сути магия воздуха и огня по сути знаешь смешонно так что это как бы две маги в одной нормально бери магию металла сейчас чем мы будем это самый огненный кулак вспоминать как там у него там был чел с металлом как раз музыкальную группу организовывает металл музыкальная группа магия металла я надеюсь не слышно ничего на заднем плане что у меня происходит там опять порно смотришь что ли да у меня происходит жесткий секс жестких глубин и секс на заднем плане серьезно ладно приятного аппетита так у меня были мы и мы сейчас какой-то тестик проходим на то какой я маг все были бы заклинания призывы атаки поддержки или защиты атаки наверное нету все таки если смотреть именно на то какой у меня характер и так далее то что я не рисковый и вообще как хуй себя в основном виду то я бы сказал бы на длибы поддержки либо защиты и учитывая то что наверное я люблю своих друзей и хотел бы и защищать например я бы сказал что поддержки бы был бы чисто такой и поддерживающий чел поддерживающий своих друзей вот но если не рассматривать мой характер имбрать ничего во внимание то я бы хотел наверно призыву все таки потому что типа можно было бы кому-нибудь святую лисицу святую человека лисицу бы вызвать и например заниматься с нелюбовью я бы я бы хотел но такого не будет короче пусть будет светлая поддержка я наверно остановлюсь на это а еще я пытаюсь найти шар ну что-то я не вижу чтобы где все пошел так что возвращаемся к вархаммеру мы так и не договорили я не договорил а ты или я что думаешь о вархаммере я много чего о нем думаешь блин справедливо но игры по нему хорошие есть книги топовые миниатюрки клевые даже в диске показывал саппорт по характеру по натуре призыватель да это я лор интересный мне очень нравится то что там куча разных писателей вместе работают да блин это вообще такое некое знаешь огромное творческое объединение шикарно с этим до этого ну до этого я с таким не сталкивался мне очень нравится сеттинг и мне очень нравится дизайн всех персонажей мне нравится как характер характере например им прописывают вот ну и дизайн для всех оружия это просто вау это мои похвалы не знаю все все в жизни похвалы мои это этим людям я не знаю как они это придумывают но это просто невероятно интересным глист справедливо справедливо так вот да я бы хотел бы начать читать но мне каждый раз кажется что я либо задушусь и нихрена не пойму имея хватит моих маленьких познаний искать либо просто не хватит времени в какой-то момент я не то чтобы сдамся а просто прекращу читать или на какой-то момент сделаю большой перерыв и забуду и все типа мне кажется что если читать книги так пара хамеру то скорее всего их нужно читать всегда подряд иначе ты чем забудешь забудешь персонажей забудешь того сего но возможно это только моя проблема потому что у меня с мозгом видим проблемы и я очень часто могу типа очень быстро могу забыть все о чем я чё я там смотрел читал так далее мне становится грустно из-за этого поэтому я даже не понимаю на самом деле зачем вот я играю или типа стримлю или еще что-то делаю то есть получать кайфы именно прям вот сейчас ради этого я это делаю что по факту я вот сейчас пройду хогвартс а потом я забуду через просто там не знаю год и уже нужно будет заново перепроходить а мне как-то так не очень нравится потому что я чувствую как трата времени все вот эти вот пересмотры все эти штуки иногда это не конечно не трата времени если это конечно ультрафильм был как день сурка который тип можно пересмотрю бесконечные всегда будет офигенно а вот например ты поиграл в игру понял что она кал но все равно типа через года два ты об этом забыл что накал перекачал начал заново играть перепроходить в пока играешь типа понял что это калл опять-таки не знаю для пятки повторения и так в жизни много всего а ты типа еще и тратишь на то чтобы повторять то что ты уже и так сделал то есть как бы признавая что твой мозг не способен запомнить информацию на большое количество времени и типа ты просто как бы короче отсосал по жизни по сути теперь приходится переделаю то что ты уже делал не знаю мне не нравится это все но с этим еще сделать нельзя тоже то есть если бы мне кажется мы запоминали абсолютно все что мы делаем то есть мы бы запоминали каждый день как мы просыпаемся встаем засыпаем делаем в одну чего есть я запоминал например на своей работе все слова которые иногда я просматриваю я бы мне кажется просто ёбнулся в какой-то момент как макгрегори пошел бы типа бухать в этом и плюс и минус человеческого мозга на пластичен и постоянно меняется до к сожалению против этого не но мне очень нравится то что я не могу запомнить что-то и даже есть вот что-то мне понравилось понимаю что есть вот я например хочу и лбаю посоветовать какое-то анимешку да он не спросил я не могу блять вспомнить название даже если вот я вспомню типа анимешку такую да вот так так крутое аниме было про вот это вот это вот это название не скажу вот тут вообще блять но не скажу почему-то у меня вот так не работает мозг по ходу я забываю абсолютно почти все вот как с этим бороться их и учить не помогает не наверно вроде помогает действительно пик знает но по идее подобных упражнений достаточно много и так или иначе миг марк мне кажется можно как-то пытаться стимулировать работу пить на тропу что ничего делать там свой я не знаю в качалку ходить кушать правильно и вообще ты думаешь это поможет в развитии мозга но в любом случае работает на общее самочувствие когда тебе хорошо мозгу тоже хорошо да но как это запоминанию поможет на нюно по что тебя мозг будет нормально работать в принципе это способствует запоминание мышь то есть типа достаточно мозгу чувствую себя хорошо и в принципе этого достаточно ну блин и особенно если в хорошем настроении духа те нормально работают эндокринка все там все гормоны нормально выделяется и не нейротрансмиттеры тоже нормально нету никаких там это не депрессивных стан ничего то конечно будет работать лучше ну да ну такого достичь мне кажется практически невозможно нет ну почему мне кажется многие живут нормальный хороший спокойной жизни просто да что только не мы кажется но он тоже справедливо еще не кажется стресс от работы всегда должен появляться нет мне кажется не обязательно стресс почему почему всегда но он будет появляться само собой особенно учитывая некоторые аспекты информационных профессий но опять-таки надо уметь наискать баланс прямо как вот один наш знакомый начала выискать и вроде как ты даже говорю что хорошо живет и хорошо принципе себя чувствует старается выделять время на все это поэтому да мне кажется это это все мне кажется решаем просто нужно про какого знакомого говорим давайте я у него пойду спрошу как он зову но я не знаю и говорит тут имя мне тогда тогда не можешь мне каком-нибудь события принято а понял окей окей ну да нам вот мне кажется мне кажется просто нужно ставить скрипиона состил давай спокойной ночью при этом собране добрых слов там хорошо мне мы про антона говорим вы пытается угадать имя антон а про сервер гилл голода сервер гилл филду и грибли досы сворк антилы стран тувор кген а что антонио бандеры антонио бандерас про антонио бандерас и говорим вот у него все хорошо в жизни там себе живет спокойно я был бы не против быть антонио бандерас а в антонио бандерас хотел бы быть я бы хотел быть в той куче денег который потенциально мог бы плавать антонио бандерас если вывести в кэш так я сейчас пойду квест возьму на не против я посижу почитаю конечно без проблем тебе скажу хотя не забей сначала подерусь поэтому и криминал скам но я потихоньку засыпаю на самом деле немного плохая наверное идея все-таки была продолжать стрим он уже идет пять часов с половиной она стоит уже потихоньку заканчивать действительно сам засыпаю по себе уже как выходить из ментального кризиса грамма именно выгорание до сработку или какая-то сложность взаимоотношений еще что-то здесь много разных и они все могут быть взаимосвязаны у меня все работает на самом деле очень просто со всеми выгораниями депрессиями и прочее я знаю что у многих и так не работает и чтобы я не говорил и оказывается уже защищал тот лагерь я просто иду спать буквально то есть типа не просто начинает становиться похер на все я такой чё я хочу ничего хочу играть не хочу хочу музыку слушать не хочу бегать прыгать чем хочу не ни хера не хочу ну раз и ничего не хочу пойду спать и иду спать и сплю там не знаю часов 13-14 просыпаюсь и все и у меня уже все хорошо никаких проблем нету типа абсолютно высыпавшийся крутой просыпаешься двигаешься дальше себя спокойно вот я я вот так вот справляюсь со всеми депрессиями анализирует начинаю типа если это какая депрессия на основе чего-то что было в жизни например то что произошло почему все сломалось а потому что репара ну то есть буквально иногда депрессия может быть от того что ты поболтал с кем-то кто-то с собой там не знают поспорил не согласен вообще абсолютно стал и в итоге вы там типа друг другу хуярить начинаете а это как бы твой друг это такой блин ну так нельзя было с другом конечно нужно изменить извиниться но люди тоже не прав и говноед сраный ты типа я иногда вот из-за такого например начинаю грустить но на самом деле все что это нужно сделать это сделать первый шаг и тип позвонить сказать ее или тип написать скатью сорян по разному подумали ну наверное просто поставим себя каждый при своем мнении но это не повод нам с тобой расставаться драться грустить и типа не звони друг другу вообще больше то есть но в этой теме не сошлись существует миллионы миллионы других остальных тем на которых вы можете сойтись и будет у вас все в порядке то есть вот буквально не знаю говорю мне кажется что у меня просто никогда не было депрессии возможно то есть мне из-за этого еще немного сложно сказать что мне кажется что реально я никогда не впадал депрессию на потому что депрессия это что-то некое такое затяжимое долгое она большое очень долго длится там не знаю не хочешь не есть не пить кстати говоря не была у меня одна такая дам когда с первой девушкой расставался я помню я неделю не ел вообще только пил не выходил из дома и все что я делал это наверное не знаю плакал и спал и пил но выпивка помогает поначалу она помогает тебе отвлечься но как только ты присыпаешься то все остальное состоится то часа то же самое то есть типа тебе нужно в нормальном отношении с самим собой просидеть и знаю общаться и искать выход вот короче я бы как-то наверно так сказал да ну чё сейчас то все но сейчас все норму но у меня тяготят какие-то проблемы но это не депрессия то есть депрессия это прям когда вообще жесть проблема не всегда будут то есть типа не знаю мне не нравится с не знаем может быть зарплат на работе хз может мне не нравится как некоторые люди на работе себя ведут тоже может мне не нравится как люди вообще себя в целом ведут том что люди это по сути гнида ебаные все ноги и когда это говорю я говорю и при себя тоже чтобы тоже гнида ебаные то есть например я вот сейчас болтаю с вами и сплю а может быть у меня соседка слышит как я все это болтаю и ничего сделать не может вот я и вот и гнида ебаные все гнида ебаные люди прекрасно у нас ничего не кроме людей понимаешь мне вот они вот они гнида ебаные поэтому они люди это обоюдоострый меч которые могут быть как разрушительный так и креативные силы нет и снова снова очерпнуть из каждого человека все то что хорошее в нем есть то что люди это буквально все что у нас есть вот ничего нас нет кроме людей я бы сказал что большинство людей гнида ебаные вот и все а из то что большинство людей гнида ебаные я не могу же любимчиков делать поэтому все гнида ебаных в любом случае мы все делали любимчиков это естественно и понятно особенно нашего информационную большую страшную эру где поддерживать с кем-то хоть какое-то надо ну реально серьезное серьезные отношения сложно достаточно с большинством людей ты не страдь не встречися ни разу в жизни но больше перепискать не заблять пойду просто гулять буду меня зарежут еще и меня грустно будет вот тебе гнида ебаная на всю жизнь имеет спорти другие люди тоже бывают такие которые просто знаешь по факту по фану просто портите бы полностью жизнью все то есть типа много таких мне кажется любой человек на самом деле может гнида ебаный быть вот можешь сейчас мы с тобой болтаем а потом завтра я тебе напишу что ты знаю говноед и напишу твоей маме что-то тоже говноед например я постараюсь прибыть с добром и спросить что вы все хорошо те что мама а я это продолжу дальше говно ну то есть типа это все зависит от человека и понимаю но мне кажется в данном случае не надо приумножать то хуёво и что есть в мире уже и все-таки стараться подходить и потому что это правильно говорить подходить каждому человека с позиции о том что он гнида ебаная мне кажется это не я не подхожу к каждому человеку так я бы сказал что это как некое такое предостережение ты как бы не относишься сразу к человеку как нить его ты типа просто не ожидаешь ничего хорошего и просто знакомишься болтаешь и уже оттуда можешь распознать гнида ебаная будет или не гнида ебаная но в основном все оказываются по итогу гнида ебаная а ладно в одном в том в том или ином смысле но в том или ином смысле все это книги но вот я тебе об этом и говорю опять таки у людей полно других качеств и очень большая проблема что и ты и и и ты не ты конкретно ты а допустим какой-нибудь абстрактный ты зацикливаешься на своих проблемах и на чужих проблемах и каждый другой человек тоже зацикливается только на этом негативе когда блин сколько положительного есть в каждом и господи большая часть проблемы с которыми вот вот блин я болтаю с людьми большая часть проблем которые у них берется это не заставить тебя ну да из то что они потом болтать не умеют и все реально циклиться там на себе или типа не хотят признавать что ты и не хотят признавать что из другие позиции все вот и все проблемы то что у них негативные при позиции относительно всего что у них есть в жизни они не верят что они смогут сделать то не веришь что им понравится это они не верят это ох для по факту на самом деле можно просто типа чел забей и делай не получится и ок получится это все буквально смириться с хаосом вселенной и жизни который правит нами всеми так есть принять что жизнь сложна и не все можно предугадать или же можно получить это тоже главное осознавать не надо уметь радоваться тому что есть и получать максимум от той ситуации возможности которые тебя сейчас есть соответствии с твоей внутренней гармонии абсолютно истина вообще понятно что даже это ведь не всегда может идти по плану но в данном случае надо просто не останавливаться и не опускать голову это сложно особенно когда у тебя наблюдаются депрессивное настроение особенно когда прям совсем что-то херово происходит но надо просто помнить что любое хорошее настроение и плохое настроение это в любом случае не навсегда она пройдет рано или поздно и как бы тебе фигово не было в текущий момент надо просто следовать буквально простым правилам особенно там если у тебя легкая форма депрессии наблюдается в паническое настроение даже если там лежишь тебе херово ты не хочешь есть спать то достаточно простой набор правил надо восстановить сон надо больше физической активности хотя бы там на уровне быть погулять надо уметь пытаться отвлекаться надо пытаться социализироваться по большому счету это все рано или поздно помогает перенастроиться понятно что кстати by the way дисклеймер мы не декларированные психологи это пожалуйста не подавать на суд если у вас внезапно спрогрессирует клинической депрессии мы как раздача сможем просто в это людей реально в депрессию вводить с такими рассуждениями наоборот все хорошо ну то есть не все хорошо конечно я себе какие-то решают ну да прилетели а что вот тогда делать такому человеку знаешь у которого вот он очень хочет чего-то достичь но вообще не может и не сможет даже это сделать обсказал и вот вот как ему смириться таким вот то есть понятно дело что нужно мириться но но если он сможет нормально у тебя проинспектировать и решить этот вопрос векла и пусть решать все клави если не нужен например мощь то это ему нужно его искать близких если и близки не могут помочь что нужно тогда обращаться психологу а я какую-то боевую арену нашел прикинь сражались с вами врагов на этой боевой арене используя непростые не простить из используя не заклинания вода кидавра империи и круцу также вызов взрывающие заклинание кампф ринга наполнение к своим уникальным и разрушительным эффектом непростительно заклятия пробивают все счетовые чар блин прикольно погнали попробуем нет я больше имел ввиду типа знаешь вот чувак например хочет стать банкиром но нихера не может стать вообще вот-вот пытается 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 но не получает банкира вообще стать вообще вот чего в таком случае типа делать то есть от ситуации на самом деле если у нас плохая финансовую историю его нужно срочно искать работу ты бы сказал пусть еще 2 доступна работа если у него есть еще доступное время и желание этим заниматься то пусть проанализирует свои ошибки если он просто тупой то не знаю это сложная ситуация случае а на этом вещь может строить себе справляющая депрессия полностью могут конечно выморок на таком минут но в таком случае если это уже перейдет депрессию то тут надо обращаться к специалистам ну либо да пытаться просто собой сидеть и просто пытаться объяснять себе все норм или не норме как будто бы мобилирует ситуация интерспектирует да 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 пытаться искать выходы все-таки ну да действительно сдаваться то есть даже если это не получается банкиром стать но ты можешь найти что-то другое что знаешь похоже на банкира но типа немножко другой и находить что-то типа уже свое я бы наверно так сказал то есть например если мне не получится игре сделать жизнь ну я знаю что я попытался и в принципе было круто вот я буду дальше продолжать пытаться дальше продолжать делать не знаю я наверно это к чему-то клонил но по ходу я не смог раз к раз к и так сказать полностью открыться пока что потому что я уже сонный и немножко а это сейчас вообще такие разговоры сумрачных разум происходит вообще аналогично да так много наверно у вас в жизни случилось джон тебя много в жизни случилось но вот за последнее время могу рассказать разве что на фоне финансовых сложностей кучи работы и проблем не то что даже проблема наверное личных пунктиков взаимоотношениях у меня был очень тяжелый период с который мне пришлось вылезать на протяжении двух месяцев но это был долгий период когда я буквально себя просто просто переоценивать те возможности и те приоритеты которыми из жизни пытался как смириться и искать контакт со всеми людьми которые мне были важны и дороги в этот момент то есть в первую очередь обращаться к себе и обращаться к людям вокруг опять-таки то что опять-таки люди это все что у нас есть но конечно гнидые маны от этого я не отойду от этого я и вообще не отойду особенно близкие люди особенно близкие люди гнида я про то к кому обращаться потому что близкие люди это именно тот источник положительная энергия который ну да да эффективен реально строить отношения просто с теми людьми которые просто с тобой давай про тега юзать надо поесть я чё ты так больно ты дерешься я хочу на эту по по этому поводу сказать да но сейчас тут арена идет я пока что не могу ничего сказать к сожалению потому что уже сложно сосредоточиться сосредоточиться на разных мыслях одновременно особенно когда здесь много все происходит я бы сказал что произошло много за жизнь но учит ну типа если смотреть на всю мою жизнь то это еще абсолютная малая крупица того что произойдет вот то есть произойдет еще куда как можно больше еще куда как больше разочарований проблем не знаю налогов переездов свадьб детей каких-нибудь она будет все происходить и происходить это будет это будет капец кошмар но все равно некий такой приятный опыт и некое тоже не знаю как лучше сказать некие возможности которые ты можешь постичь и находясь с нами не знаю самим собой также или с другими людьми будешь становиться все круче и круче короче с каждым разом вот как ты наверно так я скажу будем интересно узнать как вы вытаскивали себя из плохого состояния говорю я я сплю несколько раз очень но очень сильно пил очень сильно пил то есть типа просто покупал себе бутылку алкоголя и залпом ее выпивал за раз мне остановилась гораздо лучше и я просто начинал сам собой там болтать по сути и пытаться находить выход пытаться себе говорить что не все так плохо как бы все в порядке так случилось так случилось а в основном сону сейчас еще раз еще расскажи только не зло употреблять этим не 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 это плохой абсолютно метод и я я решил так делать только из-за того что типа у меня в роду все пили я на тот момент не совсем понимал например до какого еще что ли сколько можно закончится типа у меня просто очень много алкоголика к сожалению в роду и я подумал первый раз когда самый первый раз вообще пил типа блин мне это просто поможет справиться с очень сложной ситуации которая сейчас вы получилась вот и действительно поначалу она помогает как бы я не знаю мне было норм но это неправильно абсолютно так не надо делать это так сказать временная только вещь которой сможете помочь ну если ты прибегаешь к этому все-таки способу то просто пытайся разобраться в себе они просто не знаю творить какую-то хуйню поэтому я бы искал что мне нравится пить одному больше потому что для меня некий наверное даже ритуал когда я могу пообщаться с самим собой и слышу свои мысли и понимаю себя наверное даже бы сказал ты охуел что ли порк ты давай не надо блин я даже хилок нет прикинь я все я могу просто просрать эту волну и все надеюсь что не осуще есть медленно и отхилок все порядке ну и плюс я в него сейчас а воду кидаю руки тут и все жопу надо можно волна все можно все можно вот все финальная волна еще есть но пиздец тут еще и это говно есть на его можно x я его не убью все равно не только чуть-чуть а что так много-то что так много-то волна общему тролли в доспехах как мало хп осталось что происходит джон ты пока заполняй какой просто пространство но если говорить опять-таки про меня то по большому счету я сказал вот у меня было состояние из которого я по сути себя с помощью по сути долгой интерфекты в течение двух месяцев практически пытался себя вводить и искать различные выходные ситуации обращался к близким людям но не столько с советом о том что делать а скорее просто ради моральной поддержки опять-таки старался больше то есть какое-то вот первое первое время это была полная изоляция но потом я просто начинал начался потихоньку выдергивать из этого состояния как раз кидной начать начать общаться с людьми с близким начав как-то проговаривать про себя все те проблемные моменты которые действительно были для меня проблемами копать вглубь что конкретно мне не нравилось что меня не устраивал и пытаться как-то повернуть эту проблему посмотреть на нее по другим углом пытаться найти либо решение либо способ примириться и как жить соответственно с этой проблемой дальше будет ли мне комфортно в том или ином случае вот и смогу могу ли в принципе существовать дальнейшем в это все был достаточно неприятный процесс но рано или поздно опять-таки любое плохое настроение особенно если она именно не обусловлено какой-то клинической картиной то есть это не что-то физиологическое она может пройти при правильной профилактике большим счетом главное не запускать и все-таки стараться вытягивать все потому что пятки здоровый сон он очень он играет очень важную роль в нормализации со на самом деле это прямо реально одна из самых главных мне кажется штук если ты плохо спишь я посоветовал начать спать нормально 8 часов 7 часов 9 часов сколько комфортно тебе потому что он реально помогает по крайней мере нормально себя почувствовать и нормально начать просто мыслить просто в правильную сторону то что если ты постоянно не досыпаешь что у тебя и с настроением и самочувствием не совсем прочим будет полный швак и это очень может судьбе ситуацию дальше тебя ввергая в полную уже уже full blown депрессию по большему счету питание тоже важно конечно сама собой общаться тоже вам опять-таки советы достаточно простые если это реально просто плохое настроение и либо легкая депрессия это все нужно просто брать в руки и выходить из него понятно что будут тормоза понятно что сложно себя заставить понятно что будет желание просто лежать но опять-таки рано или поздно это надо начать делать либо ты сам от начнешь делать потому что ну потихоньку начнется нормализовываться либо придется себя понемножку заставлять но тоже зависит от конкретного человека как собственно все а так вот так если плохое настроение или реально там что-то совсем херово происходит то и и не получается ничего сделать в принципе то близкие люди сначала поговорить с ними но потом есть совсем все будет плохо то опять-таки специалист в любом случае если все затягивается и усугубляется то здесь я не вижу другого выхода кроме как искать профессиональной помощи что пытаться лечить себя самостоятельно это конечно здорово но если реально нужно получите реально если по если надо реально лечить то лучше типа вылечить поэтому джон сходи короче смысл за с грудью со своей ты же упал все больно а нормально все будет с грудью я не хочу мне не в страховки нет в этой стране мне деньги нужны на перечиску кухня страну ночью да я говорю я я я сплю и общаюсь с собой и все буквально почему мне надо это было на время что ли сделать что за бред ничего реально надо на время это сделать охренеть а как так кипал да без проблем и если это действительно поможет я только рад вот я еще пытаюсь каким-нибудь может быть хобби найти или чем позаниматься новым что могло бы типа отвлечь бы почему не получается поджечь это говно спасибо то есть типа сделать какую смену деятельности это тоже надо помогает иногда помогает заниматься спортом идти и так далее это тоже помогает принципе то есть типа на самом деле решение проблем очень многое и все они индивидуальные я бы сказал еще просто не забивать не считать что это просто что-то плохое и она сейчас пройдет реально понять что типа учетами херово и действительно делать выделять под это время серьезно тебя спросили какую страну будешь переезжать если не тайна а на грузию грузию за последнее время мне вообще пришлось неплохо так по перемещаться по квартирам пять квартир за полгода я считаю это пока что мой рекорд надеюсь в грузии мне удастся остаться в одной квартире до целый год 5 квартир за год искал за полгода блин у меня было только три квартире за полгода было жестко да не нравится я выполняю квест следовать за бабочками это отсылка на гарри поттер насколько помню когда он такой еще почему-либо не за бабочку видимо с пупками что-то мы с тобой вообще прям зашли чем по старой памяти на час поменять bioshock еще еще типа 20-30 часов болтать да еще больше просто улететь в кротовую нору из маяков блин я бы хотел бы наверно переиграть все-таки в bioshock я уже мало помню плюс это и ласки не проходил сам не знаю надо бы наверно поиграть действительно так давай еще мы с тобой минут двадцать тридцать посидим потихоньку действительно пойдем спать это уже время очень много время уже два часа согласен согласен надо потихоньку все-таки до честь знать более что обговорено уже было много и сидим уже долго достаточно мне кажется контент у тебя дусь в канадах последующие еще восемь видосов на самом деле только на 3 на 3 видоса сделал за сегодня а потому что два часа своей игры два часа гарри поттера и один час этого самого как он называется а языка заморозь охотника на бою погоду готовится повести атаку считается считается макаешь эту мышку конечно и сорян я счет уже нет смотри мне пришел кто на помощь ну-ка мы не пришли эти кентавры на помощь серьезно прикольно позади жизнь а как так вообще тем поле какие кентавры не особо социально и мерзкие особенно по книгам спокойно спокойно ночью ваши добрых снов и лав letter um comigo ов roku а я думаю у нее режим буквально было 100 спала погналися остаться все и обсуждать все самые экзистенциальный кризис Вот, а так тоже, да, удачи в решении вопросов там экзоциальных и так далее, чтобы все нормально было, никогда не преднавать вообще Джан! Джан! Здорово Джан! Да Да, может, это немножко плавно, не, вообще, по-моему, уже с какой, 6-й час, стримой идёт, ёлки-палки Это да Нет, по-любому, по-заканчиваясь, а в следующий стриме я даже не знаю, когда можно будет устроить Я думаю, где-то на следующей неделе, ну, наверное, во вторник какой-нибудь, действительно Я постараюсь... Как раз до последний день отдыха А у меня не будет, да, я уже там с работы буду приходить Нет, справедливо Прикинь, потом кто-то серьёзно будет пересматривать все 2 часа вот этого Потом все 6 часов стрима, прикинь, кто-то будет пересматривать Будет добавлен Я сомневаюсь, конечно, что такое будет Ну, не знаю, может, это ради истории Начнут пересматривать вообще все стримы абсолютно Да, я не думаю Я не такой интерес, я всё ещё сомневаюсь, что я куда-нибудь выкуплюсь Так, давай сначала со Стасом Стас там пишет Но я не могу пока почитать Я понял, я поднимаюсь Он в Ютубе пишет Да А, слушай, ну и хорошо, что хотя бы с работы норм Это уже здорово Я так полагаю, всё-таки виза по работе есть Поэтому, если что Можно посидеть Да Я просто не помню Я точно помню, что я спрашивал на этот счёт Но у меня память абсолютно дырявая Я уже вообще один из них Ну а да, а так перепоступить тоже хорошо Перепоступить? Ты почему это? Переступить? Ну так ты сейчас полегче стал, да? Без универа? Или ты пока ещё доучиваешь какие-то курсы, материалы? Мне казалось, да, Стас ещё работает спокойно себе Не-не, я прав... Ой, учится, 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 мне кажется, учится Параллельно кто-то захочет установить Так, мы смотрим В теории там могут создать параллельное мышление И кто-то захочет посмотреть всё видео ютуба сразу Параллельно А, слушай, да-да-да-да-да Типа вы создадут параллельное, понимаешь? Как будто ты можешь сразу два видоса или три видоса одновременно смотреть Знаешь, типа, в мозг какую-нибудь хрень вставит Ага, ну да-да-да-да-да Ну вот, как говорят Вот такую, да Тогда два Тогда вполне возможно Но я думаю, все пойдут сначала купленово смотреть Всё Я бы с купленово этого делал Слушай, а что мне вот здесь сделать? Я знаю, что лохомору А как-нибудь... Просто у меня что-то не активируется лохомора А, вот, нет, всё активируется, действительно А зачем я их освобождать вообще мне, типа, надо? У меня просто... Я вот подхожу, но не получается У меня один раз вот сейчас уже получилось Но что-то больше не триггерится Вот, вот, опять Закрыть реакт Удачи тебе с этим, Стас Я надеюсь, что ты закроешь реакт Я надеюсь, что ты этот реакт в рот выебишь И потом и фотки нам будешь всем присылать Как-то выебыл в рот Вот это просто максимально тупая клетка Ты посмотри, я её открыл И олень пытается выбежать в другую сторону Но он не понимает, что у него есть открытая дверь Но это открытая дверь, закрытая сундуком и ящиками То есть это просто вот это вот абсолютно бесполезная херь какая-то сделана Плюс я ещё что-то могу с этим сделать, на самом деле А что, зармать могу? Наверное Ничего не могу сделать Не, у меня там терпелось учёбы Я вчера сходил к психологу и меня направил к психотерапевту Сильно вчера трогал А что случилось? Ну ты что-то жесть, конечно Да, там Блин, что-то у всех сегодня Прям тематический вечер получается вообще Слушай, да, сегодня, видимо, реально какая-то супер гнилая пятница Можем её так назвать Да-да-да Что и всё, никакой 5 мая 5 мая гнилая пятница Получается, что так Блин, мы только что обсуждали на самом деле И всё, типа, что нужно делать и так далее Как справляться с кризисом и прочим Блин, но тебе надо, короче, переслушивать идти Стримим немножко Там, на самом деле, это Блин, все штуки абсолютно Абсолютно известные Ну да Я жутко не хочу их пить, короче Да, жопа Предписали антипризант какие-то или просто Кто там Ну, наверное, да, таблетки все-таки какие-то, типа такого Да Да, таблетки это такое Я, блин, на самом деле таблетки вообще никакие пить не хочу Мне даже когда голова болит, я просто иду, типа, спать Опять-таки, всё Буквально Ну, я так понимаю, это прям реально, знаешь Решение всех проблем Иди поспи Не пытайся чего-то, типа, большого сделать Просто иди поспи Даже такая гриловачка Гриловачка? Да Это, типа, это самое, мясо поесть Ммм, супер хорошая тема, однако Блин, мне тоже шашлыка теперь захотелось А мы вот пойдем как раз в воскресенье тоже, да, шашлычки поесть Это будет вкуснота, мылота Прям очень хочется реально поесть мясо, мясо, кайф Так, секунду, сейчас я прочитаю Сторонники Ранрока согласились с нами встретиться, но мне немного не по себе Они выдвинули другие условия и не очень дружелюбно ответили на мои вопросы Я послушал их разговоры, судя по тому, о чем они говорили на Гоблидуке Гоблидуке, прошу прощения Им нужны мои залежи редкого металла Ужасно не хотелось бы огорчать их еще больше, слишком уж они вспыльчивые А еще мне очень нужна эта сделка Может нам удастся договориться, а может и нет Роланд, упс Так, и еще карту дали какую-то О, кстати Не хочешь всех подъехать? В Брно не подъеду В Брно не подъеду, точно У меня сейчас это самое Я помню, когда это делает, завтра он сказал? Завтра Нет, завтра я с Анной вообще Тусую У меня каждая суббота занята Я тусую По субботу вообще нет Я каждую субботу Посвящаю Все моей девушке Ни с кем другим Ну, если типа она будет занята, то тогда да А так нет, все Суббота Это Хотя бы один день Когда я могу провести полностью весь день с Девчоночкой Девчонечкой Очень хочется Нет Электрогриль Ммм Блин, ну Мяса много Ммм Но с другой стороны у меня в воскресенье будет Алексей, который будет мне готовить кучу мяса Хмм Не Не Такие поездки мне надо обговаривать Не знаю, за За месяц, наверное, я бы сказал Перед тем, как я туда поеду или что-то сделаю Я очень не Как называется Небыстрый Нелегкий Нелегкий О, слушай Я походу реально по какой-то карте началась Настюс Ксендера Да что-то у всех там дыры, там и уоли дыры, там и еще одного того чувака Что-то у всех дыры Что-то у всех дыры, блин Сложно Надо будет ее поздравить в воскресенье тогда У тебя с дамой дела У меня с дамой вообще все отлично дела Обожаю даму свою На самом деле по-другому, наверное, даже и не скажу Типа Типа Просто все хорошо Ничего не буду, типа, каркать или еще что Просто все, все хорошо Все хорошо Ух Блин, джон Мне дали вот эту карту Ну, ее надо смотреть На что-то я уже так засыпаю сильно, что я не хухи не понимаю, что происходит Но я нашел Кроки 3 Не, я нашел, но я нашел Кроки 3, все в порядке Вот она Да, я нашел карту, да И разрушенную башню теперь надо где-то найти О, куда легче будет после этого месяца О, 7к отдам последний и свобода Хе, свобода Слушай, на самом деле, можешь не спрашивать меня, потому что я ни одной карты в игре не сделал Я посмотрел на эти карты и я такой Идите нахер Я пойду Серьезно Прям настолько ты Не преисполнился Ну, ладно Нет, а че, карта тут простая, достаточно-то просто типа Тебе дают карту и ты пытаешься найти, куда и пойти Сундук Че, сундук? Да, ищешь сундук Как мне игра? Для меня 5 из 5 Для Джона 2 из 5 Вот, но мне в принципе Мне очень нравится Мне очень понравилось, мне сюжет понравилось, я закончил Сейчас я уже, видишь, возвращаюсь типа Просто сюда, чтобы Потыкаться Поиграть, посмотреть на магический мир То есть, мне Мне нравится Мне красиво, мне прикольно Вот Мое ощущение от игры У меня есть видос, по-моему, 16 номер Хогвартса, где я 20 или 30 минут туда рассуждаю на тему игры Вот Так что, можешь Есть тебе прямо интересный, интересно посмотреть полный разбор Вот Волкин Дэд, да Это да Я проходил первый эпизод, наверное, раз 5 Я купил полную коллекцию недавно, то есть ее, конечно, тоже перепройду Соответственно, обязательно Но пока не знаю когда То есть, я вот сейчас, например, выбиваю ачивки, просто летаю Хожу, летаю, просто выбиваю ачивки Потому что я ачивка дрота ебаный К сожалению А, да Волкин Дэд хорош Справедливо Волкин Дэд, да Ну, я помню, что первый эпизод хорош Я не знаю насчет остальных, если честно Второй хорош Третий, типа, чуть-чуть послабее уже Четвертый Пытается закончить на Хорошей Доте У него это, получается, с переменным успехом Но я бы сказал, в принципе, что Ну, можно Можно, в принципе Нормально Нормально Но первые два, конечно, лучшие Бля, ты поставишь меня на фоне, спасибо, приятно Приятно, это самое Так сказать Осознавать, что действительно кто-то смотрит Вот Я пока еще комплиментам не привык, очень смущаюсь Так что не надо Не смущать меня Хе-хе Но я рад, что нравится, если нравится Я себя на фоне тоже на работе смотрю И мне Нет, если честно, тоже нравится В принципе Я и смеюсь И, типа, шорцы выписываю все Вот эти И прям Мне прям нормально тоже Но я рад, что говорю Кому-то кроме меня тоже это нравится Создаёт впечатление, что Действительно Не зря делаю Но даже не зря делаю Все-таки для меня это хобби Просто Действительно Прикольно Собираются люди Рядом И даже нравится Ну, короче, вы поняли Флоу чил Сейчас, да В данный момент У меня точно флоу чил Потому что я говорю Уже идёт седьмой час И я уже Потихоньку врубаюсь Я помню первый видос У меня первый видос И дикция И произношение Точно вообще Не очень было Сейчас из-за того, что я очень много-много-много-много-много Говорю В принципе Получается получше говорить То есть Я до сих пор за собой замечаю Что я не проговариваю Не проговариваю Очень много букв И у меня заминки Часто бывают Вот Но вроде становится потихоньку лучше И это хорошо Иногда такая кринжатина Бля Дай мне пример, пожалуйста Дай мне пример, пожалуйста Я хочу Хочу понять Когда я становлюсь с кринжом Хотя я всё равно буду продолжать Быть таким Мне нравится быть кринжовым Потому что опять-таки Это я Это блин я Я блин я Так что Если я кринжовый То ну вот это я Я Я сейчас четыре раза пытался вспомнить Что я хочу И забывал, что мне нужно зайти в инвентарь Посмотреть на карту Принж это то, что делает нас с людьми Во время забега иска было что-то А А Забега исаака Что-то там было А Там много чего было Поэтому говори Во время такого Иса забегов Понимаешь у меня столько забегов Айзеку уже было что У меня спасибо Да А чё Я из себя никого не строю Я есть я А я иногда Подмечаю за собой Что может быть Более активный Станусь и так далее Но это От некого возбуждения Я иногда да Могу перезбудиться И стать таким прям Таким знаешь Гиперактивным каким-то Ну а это Вы меня такими делаете Вы появляетесь И я прям такой Ииии 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 Людям хочется со мной поболтать Ииии Ииии Мне кажется что меня это уже скоро будет бесить Наверное если бы Если я стану действительно ультрапопулярным Наверное Меня это начнет бесить Вот именно Вот и я это уже думаю Мне Я же не прихожу сюда бабло крести и так далее Вот Мне показалось что Было бы прикольно наоборот Собрать какую-нибудь такую комьюнити Где я типа Я бы может не знаю Приходил бы болтал Пытался бы там не знаю Помогать людям Вот как я с каким-то проблемами не знаю Или еще чем-нибудь Ну и просто типа быть здесь как Смешная моральная поддержка Которая могла состоять Я конечно пошлый до жути И пошлю очень многое И матерюсь очень многое Но Вот то это опять таки тоже часть меня к сожалению Или к счастью Вот А так Стас я очень надеюсь что тебе все наладится Чтобы никаких там ничего ни таблеток ни прочего не было Надеюсь что Типа просто и работа нормальная будет и реакт закроешь И в рот говорю Выебишь Вообще было бы отлично Типа И мясо завтра наешься прям до отвал Надеюсь очень вкусно будет Вот Джон Ты посмотрел на карту все смотри Кривое дерево здесь Смотри потом здесь какая-то стена И вот нам нужно стену найти с дверью Но нужно куда-то вот Куда-то вот Где-то вот найти это Мне кажется Я даже помню эту карту Ты помнишь эту карту Да ладно Да Ну может быть конечно И вот потому что вот это кривое дерево Вот Вот А так да Я тоже думаю что лучше с собой И типа Я из-за этого и говорю что И показываю Что А я вот тут какой я есть Можно еще раз карту открыть Слушай погоди А А Да Конечно можно Сейчас Фокс колл к нам гостем К нам приходят стримеры Это получается очень весело Фокс колл Это та Очень Реалистичная игра Где нужно 50 часов лежать И Ждать свой час так сказать Вот Я карте показываю Я еще вижу что это то ли речка какая-то То ли еще что-то Че-че вот это вот речка А надо идти по реке Справа будут развалины А слева будут еще развалины Получается А надо идти прям вдоль реки Но не в реку То есть я вот сюда вот просто могу нырнуть смотри Можешь сюда? Нырнуть? Нет Не погоди Не ну ты можешь нырнуть конечно же Но Там развалины были по идее Посмотри что это такое Что это вообще зачем нырять здесь? Искать А Мое снаряжение заполнено Понял Сущей Можно рассмотреть Как типо вариант Поиграть Вполне Стас Но Я говорю тебе У меня времени Часто очень мало То есть Можно просто прийти Действительно Но это нужно туда обсуждать уже дальше Вот Вот Но я думаю разок Ну типа разок-два Так точно можно поиграть Весьма популярный играм Да 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 Я тоже наслышан что типо очень много стримов как раз по ней проводят и прочего Действительно стало сейчас популярной Не знаю Не знаю Мне нужно короче побольше трейлер посмотреть и посмотреть что это такое Потому что мне кажется что возможно я задушусь в этой игре Да Но пока ничего не могу сказать Но ты мне напомни когда-нибудь Кажется я нашел это место да Вот это вот Угу Оно Ну это похоже на развалины да 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 Все это оно Он даже сказал мне все что это оно Надо искать к югу от этого места Нет все А он сказал к югу от этого места надо искать Да Да Нахерел что ли То есть вот там река и видимо нужно как раз таки за реку выходить Вон туда может идти Не не погоди 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 где река Так вот вот река вот она Так давай откроем карту руки я понял я уже все воспалился Известивно найдешь шану Экспирит сдам А ну вот через мост тогда просто переходи буквально и там должны быть развалены Ну я уже здесь я перешел Ну а друге А ты А ты А ты А ты А ты А вот это башня И нужно перейти То есть если ты был справа от реки тебе нужно на левый берег наоборот Я все это время просто был на правом берегу Если вот это считать как правый берег а вот это типа как левый Я пошел вот отсюда от этой точки Я сейчас перешел как раз Купского игры такой же только про средневековье Хм Блин не ну надо будет заценить как-нибудь я думаю Вот но говорю пока что обещать ничего не могу Но можно будет реально затравить попробовать Может это реально просто вот это вот нет Что мы здесь Ты не ну Что-то я не понимаю Я ищу жопу отсидел Кошмар Относительно карты Вот это здание Но вообще на каком На левом или на правом берегу Смотри в чем суть я тебе покажу То есть здесь реакция кекна Так ты не скидывай все в этой в телеге я я я посмотрю Я посмотрю Я посмотрю Сейчас не посмотрю наверное сейчас я говорю я уже все я прямо устал еще смотри Вот это дерево Было с той стороны реки по которой я шел А вот это вот штука Вот вот эта вот штука Она находится уже вот здесь вот То есть типа везде какая-то несоответствие Потому что вот эта штука Она должна быть вот здесь находиться Но их тут две Вот это какая-то другая стена То есть вот эта башня Она находится вот здесь На самом деле А это штука А это штука Тебе в любом случае надо перейти на другой берег Да-да Вот я перешел Вот он я на другом берегу Вот я только что и перешел как раз Ну тогда на другой перейди И там тоже посмотри Он просто сказал к югу Он просто сказал к югу Здесь должны быть две этих штуки Просто и там и тут поищи и все Ну вот буквально перейти через реку Ну вот перешел я вот перешел брат Не, обратно перейти через реку Там тоже должно быть здание Там тоже должно быть здание Посмотри что он скажет про него Вот про вот это вот типа Он сказал what do we have here Не-не-не-не-не Про через реку Через реку надо переходить Бля, я так и бы Я вернулся через реку это понимаешь Я вернулся отсюда У тебя одно здание Все, вот в одной стороне реке Блин, точно у тебя же там задержка ебаная на второй стороне реки и где-то тут должно находиться второе это то что правильно ты нашел но мне показалось что он сказал нужно к югу искать здесь вообще есть компас блять наверно карте есть подойди прям буквально не отчаяние что-то нет здесь компаса а стримеры не знаю знаю ли нет ли лицо перекошенное что-то я не помню если честно такого стримера а кстати вы смотри река нарисована да вот она и вот тебе получается нужно на другой берег судя по всему то есть если мы считаем что карта и мира и карта нарисована они повернуты одинаково то в таком случае видимо нужно на другой по крайней мере по крайней мере с того что я вижу вроде бы вообще-то заканчивается что что посос какой-то с этой картой и поэтому я говорю что ими даже не занимался испытание медленно это все там тоже уходишь вообще далеко а вообще от реки в принципе а там тебя через реку должно быть два здания в принципе буквально фок ебаные да идите пизду стал я да пошутка идите там ебитесь своих волчиц гранайшу и вот речь которая идет только это не знаю какая вообще вот я иду я иду виду по ней как раз эти волки сейчас не отсталут ни хера давай взлетим может вообще что ты должен найти под конец этого коста вот-вот я не знаю понимаете да и контроль карты нами сориентированы по компасу что я должен в конце найти этого штуки таких вообще без понятия просто карты вот то есть вот это мы точно шли правильно вот вот этот штука и письмо да то есть вот она была там этот скала вот это там дерево было мы пошли дальше вот типа сюда то есть по сути вот давай отсюда мне нужно будет от этой точки на юг налево правильно налево нет на юг вот типа смотри почему налево то потому что типа то вся прямая линия это то как я летел от 1 1 той точки где взял такой с например нет и буквально нашел одно из зданий одно из двух зданий в самом конце пути они у тебя одно здание на юге другой на севере все что нужно это подойти к зданию вот к этому не к этому не к этому к другому который ты нашел с которым да я понял даже вот от этого а до сорян у меня задержка повернуться на 180 на 180 и лететь пока не найдешь вот так урдания и он туда он да все это хуйня конечно какая-то даст план если это так то это просто хуйня за план да да вот это это то что я понимаю из игровой логики возможно я просто сейчас запутываю нахер мне кажется немножко я я чуть запутался вообще я вон вижу какое-то такое похожее на на то что на карте нарисованы может не мог раз прилететь в башню 4 реально она что ли то есть это реально она наверно сядь где-нибудь да я пытаюсь разъеби их всех я уже спать хочу я уже не создан для разъебов дефенд аур лидер да я уже убил его его уже нету раннер к вашего руку да блять все мертвые всех убил я вижу тролли который жопу чешет суши так это здесь испытание какое-то было руины старого замка в котором похоже поселить гоблины сундуки сокровищем 0 из одного разъебалка 7 до разъебалка села реально разъебалочка моя села уже блин надо было петри вкуснота узнаю за здесь на самом деле расходить и всех ее быть просто так так же веселее как ну хуячить в них бочками туда конечно на еще моя сейчас главная проблема мне инвентарь закончился блять я блять меня так бесит инвентарь и в играх ты бы знал к они блять постоянно заканчиваются абсолютно 50 нереально типа саглы какая разница пойду блять будет у меня там не знаю вот вот этот тип душнилого который мне не нравится то есть типа я хочу если прийти к торговцу раз там не знаю в четыре часа в пять часов я хочу прийти и не знаю нажать одну коку и продать все все на хуя мне типа ходить каждый час к торговцу каждый час это все перелопачивать периоды визуально типа нахуя зачем почему так делать согласен гоблины блять тут живут а либо тебе просто бездомную сумочку германусом да 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 типа бездомную сумочку и готова реально и даже думать не надо украдите болт написано на из чей где мы гоблина пора спасен и подзаряку да да абсолютно точно я тут нашел руины корову какие-то дослух клайк страбл вот реально мы зайдем в руины что пойдем руины что лишь его типа чистить я мне кажется когда никогда отсюда не выйду и сервину еще пойду чистить суши знаешь что на самом деле наверно можно было сделать сумка без на тогда там будет кал один ну да так у меня сейчас весь кал в инвентаре забит типа хуже вот это ладно лучше давай на 1 типа все и так хуже тип вот он один кал и лежит у меня в инвентаре вот один кал лежит я ничего не я не могу пойти мне надо каждый раз думать о том где бы найти торговца чтобы продать все это они типа путешествуют дальше меня это остановит от приключений это останавливает меня изучать все большая до территория большая территория а беги разъебывай я так задницу просто силы уже даже сидеть не могу вот настолько я сидел задница понимаешь мне кажется что мы все-таки нашли эту карту и вот вот сюда наложено прийти хотя я их из-за посмотрим да просто пробежим и посмотрим чем меньше сумка я чаще в город бегающим чаще чистить и сами играет на менеджмент ну вот типа это не веселая игра на мне не весело мне было бы весело если бы я вот-вот я сел на метлу и летаю приключенческую придут у и наткнулся на город такой он наткнулся на город и пошел продал заебись а так ты прошел буквально буквально три и схватки или 4 вся сумка заполнил заполняется а здесь этих схваток около 200 эти принимаешь счетом 204 разделить я не сочетаю 50 50 раз надо в город типа гонять ну это как трекинг просто постоянно постоянный туда-сюда телепорт туда-сюда телепорт туда-сюда телепорт не весело совсем и тем более что город бесполезно бессмысленно возвращаться потому что ничего не меняется в принципе но здесь это действительно вот как стас говорит от наебкой она типа я бы сказал что мне здесь нету бездонной сумки то есть здесь скажи нельзя так сделать но я бы сказал что это хуйня которая твою игру теперь специально искусственно делает больше и стран трипл и 60 часов хрючего суши мне кажется что все-таки это она но так погнали она так она не беспокоит в этой игре еще то что типа я никогда не могу узнать нормально я закрыл карту или нет типа мои карты они остаются или те карт то есть те карты которые я уже закрыл они остаются или исчезают вопрос потому что я до сих пор не про чухом как это работает ману без понять карта на которой есть тропа отмеченная родом дупсом муки имеет задание от этого дупс и ебаного блять надо навалили на лопату трипл и то есть понимаешь вся проблема ачивок в том что она делает игру они делают игру хуже по сути на самом деле вот она вот вот это задание осмотрите аванпост гоблин фонзитер он на дупс и да то есть мы все-таки сюда пришли все правильно то есть вот он этот аванпост и нам нужно просто найти чела здесь которого походу на кукан хотят насадить оки-доки то есть нам все нормально все мы сделали все тут можно идти спать или закончить уж этот квест орланда дупс нашла пока нет но скорее всего там где-то вот внутри этой штуки в каком про который мы говорили внутри развалин ну в общем да ачивки портит игру то есть если реально сейчас буду выбивать все ачивки все я я рот ебал этой игры я конечно в конце поставлю этой игре там единичку потому что я просто заебусь вот именно что ни в чем нет отличия это чистый ассасин скрит и в этом моя проблема с этой игрой ну все-таки понимаешь что тебе это не обязательно делать то есть типа если сама рассмотреть игру как типа вот полноценную игру что вот у тебя есть начало твоя история и конец сюжета а уж потом все что тут дрочишь это ты дрочишь уже сам все чьи типа тогда давай если мы так будем рассматривать то будем рассматривать супермен боя не как игру вот то что ты закончил там спас пластыру девчонку и типа потом пластыру девчонка из по супермен боя а будем рассматривать ее как игру когда тебе нужно пройти все ачивки ты там никогда нахуй не пройдешься ачивки ты будешь страдать нахуй и говорить что это игра каловая но тебе это не надо делать чтобы насладиться игрой то есть типа если смотреть вот от моего начала сюжета до конца сюжета я игрой насладился то есть вы мне очень понравилось поэтому я поставил игре 5 из 5 а я нет потому что на самом деле геймплей который у тебя сейчас происходит это весь геймплей игры в принципе там был другого геймплей нету вот с моей точки зрения нам вообще нет вообще на самом деле поговорив с тобой я уже потихоньку хочу перри переставить игру с 5 из из 5 из 4 из 5 но это наверное максимум что могу сделать то есть эта игра точнее 35 для меня но я я я согласен с твоей оценкой типа я снимаю откуда ты исходишь да это вполне нормально вот просто да у меня у меня просто более категоричная позиция относительно этих механик поэтому я их воспринимаю более негативно ну ладно я типа не сделали аламору взять мини игрой зачем подожди сейчас поговорим задаваясь сейчас со стасом его смотрю и мне вопрос а в чем отличие этой грязь совсем а ты как раз на это ответил да 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 понял окей и что там еще дальше хочешь кик расскажу помощи тебе рассказал что у меня есть друг это взял смотри тогда давай давай ну 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 рассказывай а мы с тобой сейчас супермен бой основанная геймплей окей но и все игра словно геймплея алхомора я не понимаю почему люди жалуются на неё это что же самое блять чуи в скайриме ты из-за эти отмычка потому что алла мора должна открывать двери за тебя то есть это просто это геймплея тупой мини игрой ну опять чем нелогично точки зрения лора еще ну не знаю они могли сделать мини-игру в любом другом месте но они решили поломать лор и добавить хуевешу мини-игру из карима который каждый игрок решал наверное раз блять несколько тысяч уже за всю историю геймплей боевка хогарте хорошо мне нравится мне нравится мне нравится мне нравится абсолютно очень нравится тут я абсолютно соглашусь она в нем есть изъяна мне например не нравится что все еще четыре заклинания могу меня постоянно нужно скролить вверх-вниз вверх-вниз это блять пиздец я бы хотел чтобы 8 было если был бы 8 на баре был бы гораздо удобнее она им нужно было оптимизировать это под геймпады вот на самом деле на геймпадах в это тоже не особо удобно играть но тоже возможно на самом деле я часто вставил на паузу просто выбирал заклинание которые мне нужны как какой-нибудь dragon age и реально просто под комбуху себе подбирал но именно комбинировать заклинания тут очень прикольно на самом деле не комбинировать прям хорошо да что типа можно прям реально комбуки мутить это кайф тут тоже да тут тоже есть такое что ты проходишь игру твой скилл растет количество заклинаний у тебя тоже растет ты их экспериментируешь с ними бьешься мы основная проблема в том что за наличием геймплейной вот базы боевки никакого и других интересных вещей в игре нету выполненных на хорошем уровне но кроме визуала и и музея и чего музей музей на музей на стену вот это на самом деле и плюс и минус потому что опять таки за счет помимо музейности есть как только ты пытаешься в игре куда-то глубже пройти она себя позиционирует как экшен рпг как тут много еще походить пиздец куда мы вязались чем нельзя было сделать маленькое подземелье надо можно пройти можно без проблем пройти вот моя основная проблема в том что за вот она очень похожа на ассейс creed origins именно тем что вот ассейс creed origins это тоже по сути музей ну вот ты попал в музей ты по египту бродишь ходишь выполняешь какие-то простенькие геймплейной миссии те расскажут какую-то сратую историю достаточно такую но не самый лучший на самом деле я бы не сказал что сосис creed origin берет какие-то вершины я не проходил origins поэтому не могу сказать к сожалению только этот сам проходил какое как там вот это с кассандрой и время одессе да вот одессе проходил и одессе по сюжету блять кау ну типа николу но дай ласки абсолютно кого дай ласки абсолютно к вообще знаком нравится в принципе из темы хогвартса можно было бы выжить сценарном плане куда больше и опять-таки она все про школу она про взаимодействие с учителями она про в частности она будет про хогвартс должно быть а в эта игра превращается про зачистку подземелья а самого хогвартса здесь по сути практически нету это частности она и то что реализовывать все эти механики они решили по сути через популярный вот приемы самых лучших на мой взгляд представители жанра на текущий момент а тут как раз таки assassin's creed который стал экшен rpg по заветам ведьмака абсолютно забрав все элементы rpg в циферках но забыв про хорошую историю про вариативность и про там отыгрыш или хотя бы там если брать весьма как пример того про интересные квесты по крайней мере все давай деда спасать ебаться все погружение в мир основывается на первых часах пяти десяти пока у тебя возникают какие-то красивые сценки но как только ты попытаешься проникнуть чуть глубже в этот мир ты поймешь что все это просто чисто скрипт и большая декорация который не подкрепляется сюжетной никоим образом потому что сюжет очень сильно во многом отстранен от непосредственно игрового мира короче блин я могу очень долго говорить про эту херню но были не знаю у меня есть рецензии в стим мне кажется что ты каждый раз дополняешь постоянно если честно все но сама взятом не полная наверняка я бы сказал ну ты смотри какие-то боссы неплохо именные противники есть всякие действительно то есть нормальный данж данж плане того что боевка то что проходишь это все выполнено хорошо промоя то что вот очень мало в игре того substance которого я бы хотел то что вот рпг в данном случае можно было такого напилить прикольно во что про бог закачаешься но они не дотянули в этом плане и сделали больше даем на край чем но гарри поттеру словно а сейчас я там про друга тоже прочитаю ада в грузии чувак партии libertarian помогать избежать призыва это хорошо суши а я же вам динты мне рассказывал про это чувака я помню ты мне не уговорил ну вроде как хотя наверное может быть это другой но я помню что ты говорил про какого-то либертарианца друга это точно пока мы еще вместе жили короче мой основной ван в том что ассасинскрит убивает индустрию вот собственно все ну наверное да до этого и основная проблема а разработчики хогоста если на самом деле молодцы не храмов работали да очень круто я все равно рад что такая игра вышла я надеюсь что не просто знаешь поймут все ошибки и так далее если например если вторая часть будет сделать ее просто лучше интересно интереснее и вот это тогда будет вообще прямо зашибись что опять-таки но четыре из пяти это положительная оценка после десяти часов два из пяти это эмоциональная оценка три из пяти это вот моя на максимально объективная оценка в данном случае сколько это еще раз максимально быстрее на четыре из пяти из первых 10 часов где-то как я уже говорил че дальше протянный им звонит в личку торковский жопа все вообще все жопа вообще все это тот чел дядя который там там девчонка переживала за него и сказала поискать его пойти блин даже помню этот квест мне кажется я просто на него случайно я случайно в итоге нашел эту штуку понял все позиции объединятся опять 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 голуби трахицы прилетели то что что у тебя же там уже утра до прям да да все 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 не наебутся что ж им там не уже предложили в устраивать короче голубинный бордель к сожалению я скоро уже уезжаю были только с ним спины хардер пускай да ну типа счет что-то он как-то неправильно как-то предлагает вообще так не работает нифига быть под одним человеком и так далее объединяться это значит что тогда должен быть партия какая-то блядь я только что он целую историю программа ранды к пропустил давайте еще раз по суше скажу что вы послушали через историка что я поняла чего ранды вдруг решил мстить волшебник она же на ранах на вкусу на законе лагерь короче ранды рака начала всю войну вот сейчас ты наверно не знаю кикнишь или нет ранды рак вот это гоблин главный начал всю войну из-за того что ему запретили разводить дракон поэтому он решил уничтожить всех волшебников но вот это тот уровень история которым я говорю через неделю них сбор вообще всех оппозиционеров россии вау никто документ не захотел подписывать я понял а это понятно принципе это логично потому что ты подписываешь документы по сути ты подписываешься приговор спасибо и ботин просто и сейчас прикинь а ну да он здесь появился и сейчас опять ладно понял боги кокорс мегаси о май дракона могучие драконы да не могучие он просто считал их типа красивыми и начал разводить а маги запрещали заводить драконов и они короче его там походу на бибу посадили какую-то и сказали типа ты плохой раз ты развеешь драконов это нелегально горит dark origins кстати говоря реально да я тут еще каких-то врагов нашел это развилка есть гублин отходит но ничего с ним не будет делать происходит исходит исходит из хотят ходить вот ему короче запретили до разводить драконов и он походу приуныл с плюс ну прям совсем бедняга ну и начал обозлился возможно его в тюрьму посадили точно не уверен вот он расстроился и теперь надо всех магов убить все хватит я вышел из подземелья квест мы закончили все все пора спать я уже не могу согласен красивый по можно ложится можно развиться его симметра а симметра можно ложиться на 1 буду сохраняться все давай спокойной ночи всем спасибо что смотрели меня счастья добра удачи любви тепла и всего самого хорошего надеюсь у тебя никогда не будет отита и твои ушки всегда будет без каких-либо проблем всегда будут слышать всегда будут видеть всегда будут любить и ненавидеть давай все пока пока спасибо тебе запись остановлю пока пока бум